Вопрос 1265, 14 том. Юрий Гагарин погиб при испытании. Тело его не было найдено. Слепая Ванга говорит, что он на другой планете. Что вы на это скажете? Отвечает Игнатий Лавкин. Эта Ванга – ведьма, служитель сатаны, о чем она и не скрывала, говоря о том, как вошел в нее этот дух. Ее хозяин – дьявол, есть лжец, а колдуны – служители сатаны. Если другой планетой она называет преисподнюю или ад, то тогда она права и сама уже находится там. Гагарин был безбожником. Он не мог совладать с той земной славой, которая обрушилась на него. Мне пришлось сидеть в Барнаульском СИЗО в 112 камере в 1986 году в марте месяце с Лозином Анатолием Максимовичем, кандидатом технических наук, который был преподавателем второй группы космонавтов и хорошо знал Гагарина. И рассказал не только о его жизни, но и о смерти. Этот развратник погиб беспокаянно, с матершиной на устах. Дух, который погубил его, хитро назвал местом мучения другой планеты. Иеремия, срок 9,16 Грозное положение твое и надмены сердца твоего обостили тебя, живущего в расселенных скал и занимающих вершинях холхолмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко слил гнездо твое, и оттуда не зрен у тебя, говорит Господь. Исайя 14,11 В преисподнюю незвежная гордыня твоя, со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь и черви покров твой. Когда любовь и жажда знаний еще горят в душе твоей, беги от суетных желаний, от убивающих людей. Себе всегда перед всеми верен, иди, люби и не страшись. Пускай твой путь земной примерен, с непогибающим дружись. Пускай гонение света взыдет, звездой злосчастья над тобой, и мир тебя возненавидит, отринь, попри его с тобой. Он для тебя погибнет, долин, но спасена душа твоя. Ты притечешь самодовольный к пределам страшного бытия. 1833 год, Николай Владимирович Станкевич. Жил он всего лишь 37 лет, с 1813 по 1840 год.